добрый вечер мы начинаем наш второй урок из трех которые у нас есть для тех кто был на предыдущем уроке мы обсуждали тему кто я сама и как сама с собой жить теперь мы нашу тему расширяем и наш сегодняшний урок называется ты и я и наши обиды если вы помните те кто был в прошлый раз мы закончили наш прошлый урок словами что я ход я ходит она и на иврите вместе это аббревиатура слов ешь и лукей дот то есть есть разные мнения о чем-то говорит о том что когда есть в пространстве больше чем один человек человек то обязательно должно быть несколько мнений и это то что делает в мир вместе а если нету конфликтов так сказать и ира и разных мнений то это уже не вместе это могу быть я и мое зеркало начальник и подчиненный на подчиненный на начальнику не перечит и получается что есть одно мнение но нету вместе а наше большое самое желание сегодня но научиться и начать практиковать сам факт вместе как правило вместе это если мы замужем то вместе я и муж если не замужем есть подружки то я и подружка или я и родители но какая-то иные интеракции вместе друг дружкой я думаю что для того чтобы начать говорит говорить на эту тему мы вспомним что все есть в торе что все что мы хотим узнать вы выучить мы можем просто посмотреть вторую оттуда это вынуть давайте посмотрим в самое начало даже еще раньше самого начала нам рассказывают наши моды мудрецы как был создан мир и они рассказывают что до того как всевышний создал мир чё было только свет всевышнего на всевышний заполнял собой все и везде так если везде был свет всевышнего то чё не было мы ищи еще чего не было нет ничего не было если везде был свет всевышнего то кроме этого ничего не было кстати мы из этого учим что это одна из больших милостей которые всевышний сделать то что мы мы его тут не видим благодаря этому мы видим себя и друг друга потому что если тут будет виден все время свет всевышнего то тут ничего не будет и и объясняется нам в книге в книге зова как был создан мир было три этапа первый этап всевышний убрал свой свет ограничил его тем самым сделал пространство для еще чего-то да второй этап он взял тору и народ который будет эту тору использовать и исполнять и вставил это в это пространство которое произошло и создал мир для для этого и третий этап это то что этот народ с помощью этой тонны в этом мире должен теперь обратно вставить сюда свет всевышнего в открытую благодаря определенным действием которые этот народ должен делать то есть это сама кульминация игры что наша задача соединить духовное с физическим в такой степени что физическое при этом не пропадет хотя в принципе как как только духовное как только свет всевышнего открывается все остальное пропадает значит так как всевышний создал мир таким образом как мы сказали мы от этого можем учиться как мы должны создавать мир мы знаем что мы созданы на подобии всевышнего и учимся от него что нам надо делать так если мы сами на то что мы учили на прошлом уроке я сама тогда я что свечу да я свет все заполняю с собой я сама а если я хочу чтобы рядом со мной смог встать еще кто-то то что я должна делать если я посмотрю как всевышний создавал мир в тенечку эти да а грани поставить границы сам все может быть можно и уменьшить и уйти в тенечек да но можно в принципе потом и светить опять сильно на только все время проверять что мой свет не мешает тому кто стоит рядом и ему тоже есть место светить рядом со мной потому что если я буду светить полностью то ничего рядом со мной существовать не сможет и это сделать очень непросто мы сейчас опять же веры вернемся к тому в тот момент когда всевышний создавал мир чтобы понять каким образом мы все мы себя ограничиваем что значит ограничивать свой свет вы решит барай луким это шамаем в это сначала создал всевышний небо и землю и так далее все дни творения и мы знаем что мир создавался с помощью речи до голосом раза разговором то есть мы мы знаем что наш мир создан с помощью еврейских букв немножко мистика но слова 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 они создают мир и мы это знаем и с еврейской точки зрения и с не с еврейской точки зрения да есть большое количество всяких предложений метафоров по поводу что речь играет большую роль правильно на языке жизни смерть что у нас еще есть такое про речь кроме этом ничего в голову не приходит нет смысле какие такие вещи которые говорят о том что мир со что речь играет большую роль то есть на иврите есть много например сама сама само слово медицина до лечить лечение как на иврите рефуа рефуа это если поменять буквы и поставить их потом по-другому получается орпе свет исходящий из ольта это лечит рефуа орпе то есть наши разговорные речи она точно такая же как и в кавычках разговорная речь всевышнего с помощью которой был создан наш мир поэтому самая главная деталь самое главное орган с помощью которого мы создаем мир это наши разговорные речь то есть я если мы нам например возьмем семейную жизнь до отношения между мужем и женой мы знаем что у человека есть три отсека с помощью которых он живет у него есть мысли в голове у него есть чувства которые он выражает своим языком и у него есть действия которые делает как вы думаете вообще не между мужем и женой в семейной жизни какую какой аспект нужно больше всего за задействовать то есть какой из этих трех аспектов трех моих одежд до мысли речь и действия какое из этих трех она самое главное семейной жизни речь и хорошими сильные ученицы некоторые говорят действие некоторые говорят мысли на самом деле самая главная речь то есть действие можно научиться на человек может что-то не умеет делать и потом научиться мысли они никому не известны кроме меня и поэтому не так важно что я думаю конечно важно но это не рушит семей семейную жизнь самое главное это разговорные речи с этого начинается строение семей семейной жизни соответственно если мы вернемся в понятия того как создавался мир да то с помощью этого создавался мир можно разговаривать да правильно мы хорошие примерами эту тему за затронем еще так вот разговорная речь люди даже не представляют насколько по-разному каждый из нас относится к к разговорной речи один может думать что он сейчас сказал что-то совершенно нормально естественно ничего страшного не сказал ничего плохого не имел ввиду а для другого эти слова они вообще самое страшное что можно себе представить и люди даже не понимают и вот ко мне довольно часто приходит пара на консультацию и женщина вообще обиделась ну жутко обиделась а муж сидит и не понимает а чё она обиделась я же ничего такого не сделала чё я сделал почему чё она да он про действия для него все время действия было главное он не понимает чё он сделал такого почему она обиделась она не может сказать почему она обиделась она даже повторить не может то что он сказал и когда начинаешь сидеть отдельные проверять и какие слова для кого важно то люди вообще приходят в недоумении дождемся да я даже вообще не думала что эти слова они не неприятны поэтому одно из самых первых вещей которые мы должны выучить для того чтобы общаться с кем-то для того чтобы кто-то еще рядом с нами мог светить это очень сильно следить за своей речью и не только следить за своей речью но и постоянно проверять подходит ли моя речь тому, кто светит рядом со мной. Или с помощью моих слов, это речь с помощью моих слов свет потухает того, кто сидит рядом со мной. Добрый вечер. Добро пожаловать. Мы, я думаю, сейчас дадим такое кодовое название тому, что мы сейчас выучили. Для того, чтобы уже каждая из нас могла это использовать с сегодняшнего вечера. Возьмем три буквы. Пэй, Рэш и Цадик. Перец получается на юге. Очень известное имя. Желание Лифроц наружу выйти и светить всем и везде. Но это если я одна. А если еще кто-то со мной рядом должен светить, то я должна знать, как это использовать. Так вот, мы возьмем Перец. Буква Пэй это Пину и Маком. Освобождение места. Правильно? Если я хочу, чтобы рядом со мной кто-то находился, то первое, что я должна сделать, это освободить место. Следующий рацион желания. То есть, когда я освободила место, в следующий момент я должна подумать, а что я хочу? Ну, я освободила место, кто-то рядом встал. А что я от этого хочу? Для чего мне нужно, чтобы кто-то рядом встал? Я же могу сама светить и все собой заполнять. А я хочу что-то, чтобы было вместе. И поэтому я должна в этот момент понять, чего я хочу. Значит, я могу хотеть просто быть вместе. и не быть одна. Я могу хотеть чего-то дать или чего-то получить. Или что-то создать. После того, как я освобождаю место рядом с собой, я начинаю проверять, а что я хочу? Рацион. Сначала Пину и Маком, потом рацион. Освободила место, подумала, что я хочу. и после этого я это хотение цим-цамти, перец, да, цадик. То есть я это хотение вставила в границы. Почему? Мы это обсуждали на прошлом уроке. Если мое желание, оно безграничное, то оно опять заполняет все вокруг меня. Правильно? А я хочу с кем-то вместе. Поэтому первое, с чего мы начинаем, когда мы выходим в жизнь, это с кодовым названием перец. Пину и Маком, рацион и цим-цум. Как только я начинаю какое-то общение с кем-то, кто рядом со мной, я сначала ему место даю, потом проверяю, что я хочу вообще от этого общения, да, и потом я свое хотение ставлю в границе. Давайте посмотрим, что значит общение ставлю в границе. Хотение ставлю в границе. Опустим это немножко ближе к нам, да. очень часто можно услышать такие фразы, как «Мой муж меня не понимает», «Мои дети меня не слушают», «Я что-то сказала, а ты вообще слышала меня?» Да? Эти фразы, они как бы выражают наши чувства. но что происходит со второй стороны, мы не имеем понятия. Есть даже на эту тему такой рассказ. Один мужчина приходит к Равину и говорит, у меня проблема, моя жена меня не слышит. «Ну, хорошо, говорит Равин, давай расскажи, что значит, жена тебя не слышит». Он говорит, «Я прихожу домой с работы и говорю, жене, есть что-нибудь покушать?» Она молчит. «Я еще громче говорю, есть что-нибудь покушать?» Опять молчит. «Ну, я третий раз уже ору, есть что-нибудь покушать?» Опять молчит, у меня нету выбора, я иду к холодильнику, беру, что нахожу и кушаю». Равин подумал, подумал и говорит, «Я тебе даю рецепт, проверь, как он действует». Ты когда входишь домой и говоришь жене, есть что-нибудь покушать? И делай шаг к ней. Не слышит, ты опять скажи, есть что-нибудь покушать? И еще один шаг к жене. И вот, пока ты это говоришь три раза, ты приближайся все ближе и ближе к жене. Но он не понял, как это может его спасти и как может эту его жену научить его слышать. Ну, окей, давайте попробуем. Приходит он домой, входит и говорит, «Жене, есть что-нибудь покушать?» Жена молчит. Он еще ближе подошел, «Есть что-нибудь покушать?» Молчит жена. Он совсем близко подошел и говорит, «Есть что-нибудь покушать?» Жена оплачивается, говорит, «Я же тебе уже четвертый раз говорю, на столе еда стоит. Это очень важно понять. Именно для этого мы наше желание ставим в границе. потому что, когда мы думаем и переживаем и обижаемся, что кто-то нас не слышит, вполне возможно, что не слышим именно мы. Да? Как же сделать, чтобы слышать? Или как же сделать, чтобы не обижаться от того, что нас не слышат? чтобы у нас была возможность проверить, слышат нас или нет. Потому что, если нас не слышат, то первое, что мы делаем, это обижаемся. А если мы уже обижаемся, то у нас уже нет возможности проверить, слышат нас или нет. Почему? Что происходит, когда мы обижаемся? Ходим в себя. И? И все. Здесь нет оба. И? Уходим в себя. И что происходит? Мира нету, потому что только мы светим, да? Весь мир по боку. Это еще хорошо, если он по боку, он рядом. А так его вообще нет. А если я свечу полностью, то уже, прям, это невозможно будет ничего изменить, понять, принять, послушать. То, что я свечу, а я свечу, больше ничего нет. Значит, мне надо будет опять заново создавать весь мир. А для того, чтобы... А? Меня обидели. Ну да. Ну все, теперь я свечу. Я теперь. И буду тут сидеть, пока у меня прощения не попросят. А прощения просить некому. Почему? Нет, потому что только я тут теперь. Некому попросить прощения. Я тут. Или другой даже не доказывайте о том, что... Ну а? Ну а? И поэтому, если я тут свечу, для того, чтобы еще был кто-то, кто вообще сможет попросить прощения, что я должна сделать? Поговорить. Ну, сначала должна сделать пину и маку. сначала я должна подвинуться, да? Оградить свое свечение и дать возможность кому-то встать рядом. Когда вот этот кто-то встанет рядом, тогда может быть вообще узнать, а вообще он знает о том, что я обиделась или нет? А если он знает о том, что я обиделась? И обидел меня специально, потому что сам обиделся? Так что тогда мне делать? Очень важно. Точно. Так что я с ними сделаю, когда они придут ко мне на консультацию? Я сейчас вам открываю секрет, что я с ними сделаю, для того, чтобы вы сами могли это делать дома до толку придать ко мне на консультацию. Наша главная проблема, когда мы встаем один напротив другого. Да? Тогда получаются очень интересные вещи. Давайте сделаем так. Типс, кавычки, назад. Для того, чтобы вообще понять, что один встает напротив другого, мы сейчас объясним такую очень интересную вещь. Опять же, вернемся к Торе. Мы знаем, что Всевышний создал человека определенным образом. все творения созданы были по паре. Правильно? Правильно? Была создана лошадь и кобыла. Даже названия у них были разные. да? Какого еще? Какие названия у нас есть? Ну, подожди. Что-нибудь такое простое. Был создан бык и корова. Окей? То есть, все создания были созданы как две отдельные личности, которые для того, чтобы родить третью или чтобы была какая-то интеракция, они соединяются, да? Потом они рассоединяются и идут дальше каждый по себе, да? Человек был создан один. Не был создан парой. Написано, что Всевышний создал человека с женской и мужской стороной. И мы все знаем, если мы читаем прямым текстом, да? Что потом Всевышний увидел, что плохо человеку быть одному, то есть, у него не получается в себе в одном быть и женской и мужской стороной, так, чтобы это было хорошо. И он усыпил человека и написано, что он взял из его целый, цело, да? И сделал ему помощь напротив него, в него, женщине. Мы знаем, что это сделано было из ребра. А если мы посмотрим во внутреннюю часть Торы, то там нам объясняется, что что такое слово цело. Перейдем на математику. Что такое слово цело на иврите? Страна. Да? У нас есть треугольник и у него есть три стороны. Шалош Цлаот. Так, если мы понимаем, что цело это сторона, так что Всевышний сделал? Он взял что? Сторону. То есть мы знаем, что человек был мужчина и женщина. С одной стороны мужчина, с другой стороны женщина. И он взял и разделил сторону. Да? Не взял из ребра и сделал женщину. Медраш. Это написано в Медраше. Что? Ну, это цело. Целое это сторона. То есть он их разрубил, грубо говоря, да? Почему говорят из ребра? Потому что цело на иврите в простом переводе это ребро. У нас есть ребра. Цлаот. Но слово цело оно еще и означает сторона. и объясняется, что мужчина и женщина это был один человек двусторонний. И Всевышний увидел, что так у них невозможно. Почему невозможно? Потому что они стоят друг к другу спиной. И если они друг друга не видят, то каждый светит полностью. И ничего другого невозможно, потому что не видят никого другого. И Всевышний разделил по этой стороне. и обвернул их друг дружке лицом. И благодаря этому можно было создать мир. С тех пор мы учим из этого комментария, что семейные отношения, в них есть три возможных варианта. Один вариант, когда стоят друг к другу спиной. Что значит, когда друг к другу стоят спиной? Каждый видит кого? Только себя. И в этом не виноват. То есть даже винить невозможно, обижаться не на что. Потому что каждый видит только себя. Если человек видит только себя, и он светит, и все заполняет, то он действует только потому, как он считает нужным. Только потому, как он видит. И для него это нормально, естественно, и ничего страшного не происходит. И рядом с ним стоит еще кто-то, который тоже стоит к нему спиной, и тоже действует, потому, как он видит, чувствует, понимает. Получается что-то невероятное, но обижаться не на что, потому что это не то, что кто-то специально делает друг другу плохо. Они просто изначально стоят друг к спиной. Это если мы будем с одной стороны смотреть на человека. Если мы перейдем из этой крайности в эту крайность, то они стоят друг другу лицом. Правильно? Повернулись и стоят друг другу лицом. То есть каждый видит кого? Того, кто стоит напротив и он строит семейные отношения забывая себя, смотря только на то, что происходит напротив. Это в принципе идеальный вариант, но идеальный вариант заключается в том, когда оба стоят друг другу лицом. То есть я забываю и вижу своего мужа, забываю себя и делаю то, что хорошо моему мужу, а мой муж при этом забывает себя, потому что он тоже стоит ко мне лицом и делает то, что хорошо мне. И тогда с одной стороны каждый из нас полностью ограничил свой свет и дал огромное количество места светить другому, но при этом каждый из нас тоже на 100% светит, потому что каждый делает то, что подходит свету другому. Есть еще один вариант, который как правило происходит в взаимоотношениях, это когда один стоит спиной, а другой стоит лицом. бывает такое, правда? Что происходит в такой момент? Самый тяжелый момент. Один говорит, я все время себя ограничиваю свой свет, я все время смотрю, что нужно тому, кто стоит рядом со мной, все время проверяю, что ему есть свет, а он не видит. добро пожаловать. А он стоит спиной, или она стоит спиной, и она видит только себя, она в этом виновата? Что она его не видит? Не, она не виновата в этом, потому что она смотрит в другую сторону, или он смотрит в другую сторону, и видит только себя. Есть такой закон физики, знаешь? Есть закон физики такой. Если долго и упорно смотришь кому-то в спину, что происходит? Он поворачивается. Такой закон. Знаете, знакомым, знакомым, да? То есть нет такой возможности, если кто-то из пары готов взять на себя ответственность, и с напором, и упором смотреть в спину, каким образом он это делает? Он все время видит то, что нужно второй стороне, правильно? Он все время ограничивает свой свет, делает пину и маком, освобождает место, все время проверяет, насколько его разговорная речь соответствует его желаниям смотреть на вторую половину, и все время проверяет, где он может округлить, сделать границы самого себя для того, чтобы дать возможность другому светить. То есть он поднимает другого, он ищет любые возможности объяснить второй половине, какая она хорошая, как важно, чтобы она светила, как он правильно что-то делает, большое ему спасибо за то, что он делает, он все время смотрит лицом и понимает, что то, что он в ответ не получает того же самого, это почему? Потому что к нему стоят спиной. если набраться большое количество терпения и пойти на консультацию, то закон, если долго смотреть кому-то в спину, человек повернется. Если делать это, так сказать, бескорыстно, на самом деле смотреть на него лицом, где взять на это силы и терпение. Сейчас посмотрю. Чтоб человек развернулся и сказал, да? Это если он чувствует, что ему смотрят в спину, а он не хочет поворачиваться ты имеешь в виду? Да. Вот досмотрели его спину до того, что он понял, что надо повернуться. Повернулся и попрощался. Может такое быть? Может такое быть? Может. Не может. Почему? Почему не может? Давайте посмотрим. Сара сказала, Сара, да? Сара сказала, что мы ему так долго смотрели в спину, да? Мы лицом. Мы на него смотрели. То есть мы ограничивали свой свет, мы узнавали желания, мы старались помочь, мы поднимали, освещали хорошие качества, да? И он в конце концов повернулся чтобы сказать нам прощай. Спасибо, до свидания. Почему такого не может быть? По словам, которые мы сейчас сказали. Только он поворачивается, он опять-таки уменьшает свой свет, начинает твои... Если он повернулся, что произошло? Он стал смотреть лицом к лицу. В какой ситуации он? Единственная ситуация, в которой он может сказать прощай, если он не повернулся. Если неважно, что я сделала, он остался стоять ко мне спиной. Нет проблем общаться со спиной, но мы говорим не в физическом состоянии. В жизни примеры, то, что спиной, не спиной, где эти границы победения или нет? Она меня не слышит, она меня не понимает, она всегда делает по-своему. Она стоит ко мне спиной. А когда она повернулась и сказала что? Если она повернулась, если она повернулась лицом, это говорит о том, что она решила посмотреть, что надо второй половине. А если он сказал прощай, не, нет, я не имею ввиду физический взгляд, это можно делать даже когда не врач проворачиваться. А сказать прощание для этого не нужно проворачиваться. Есть люди, которые пара живет все время спиной к спине. Не потому, что они не смотрят друг на друга физически, а потому, что они не видят друг друга, они видят себя. Значит, если в этой ситуации я вижу себя, то я стою спиной к нему. Понятно? Значит, если повернулся, значит, можно начинать заново. Значит, готов смотреть, проверять желание другого. А если сказал прощай, значит, не повернулся. Нет проблем. Есть по статистике каждая четвертая семья говорит друг другу прощай, не поворачивайся. Вопрос такой. Всевышний создал человека, мужчины и женщины. В нормальной ситуации каждая женщина хочет быть с мужем и каждый мужчина хочет быть с женой. Поэтому один раз сказали друг другу прощай. Вполне возможно, если ему уже не 70, они попробуют еще раз. Правильно? Второй раз скажут прощай, потому что не повернулись друг к другу. Если им не 65, скорее всего, они попробуют еще раз. И это будет то же самое. Неважно, какая жена, неважно, какой муж, все будет происходить то же самое до тех пор, пока у кого-то не хватит сил и терпения смотреть в спину для того, чтобы вторая или второй повернулись. то есть это работа несуим брак, да, создание семьи. Если это слово поменять буквы местами, то получится мосима. Это работа. Это тяжелая работа, а? Или у нас были чувства? Как чувства на иврите? Регушим. Если изменить буквы регушим, что получится? Герушим. Если мы строим нашу семью на чувствах, да, еще раз скажу тем, кто иврита не знает, чувства это регеш, регушим. Вот мне нужно, чтобы он вот так делал, а я хочу, чтобы она вот только так делала. Я вижу только себя и на своих чувствах. Как правило, это приведет к герушим, к разводу. Лицом лицу? Да, это работает по отношению к мужу и по отношению к детям тоже. По отношению к детям тоже. Я тогда раскрою это. Это работает и по отношению к детям тоже. если эта тема такая интересная, я ее еще немножко раскрою, потом мы продолжим. Наш мир, когда Всевышний создавал наш мир, то есть большое количество схем, по которым наш мир работает. одна из схем это в мире есть два вида энергии глобально. Какие два вида энергии? Мужская энергия и женская энергия. Если я уже использую руки, мужская энергия и женская энергия. Мужская энергия стоит справа, женская энергия стоит слева. Какая разница между мужской и женской энергией? Мы сейчас не будем в это входить, потому что это целый курс на 12 уроков взаимоотношений между мужской и женской энергией. Но для того, чтобы понять, что это работает и с мужем, и с детьми, мы чуть-чуть-чуть-чуть затронем эту тему. Мужская, да, поэтому вы не это самое. Я затрагиваю совсем чуть-чуть, глубоко не захожу, поэтому на вопросы на эту тему не отвечаю. Но мужская энергия в своем ископаемом состоянии, это энергия, которая выдает изнутри наружу, плещет, идет вперед. Женская энергия в своем ископаемом начальном состоянии, это энергия, которая принимает. Принимает, переваривает. В каждом из нас есть и мужская, и женская энергия. Вспомним, сначала человек был создан, и мужчина, и женщина, и двухсторонним. Правильно? Их потом разделили, но в каждом из нас есть внутри и мужская, и женская энергия. Вот, давайте дадим пример. Сейчас я что делаю? Говорю. Правильно? А вы что делаете? Слушаете. Значит, я сейчас играю и использую какую энергию у себя? Мужскую. Я выдаю изнутри наружу. А вы какую энергию используете? Женскую. Сидите и слушайте. Если не засыпаете, то переваривайте то, что я говорю. Окей? Женщина пытается что-то объяснить мужчине. В каждом из нас есть и мужская, и женская энергия. Есть у него, да? Конечно. В каждом человеке есть и мужская, и женская энергия. В женщине есть и мужская энергия, и женская. И в мужчине есть и мужская, и женская энергия. Это не говорит о том, что в женщине есть и мужчина, и женщина. Имеется в виду энергия, да? Есть возможность что-то выдавать наружу, и есть возможность что-то впитывать и переваривать. Если я мама... Нет, начнём, если я жена. И напротив меня мой муж. И он мне хочет что-то объяснить. А я это не принимаю. Он светит слишком. А я тоже хочу светить. Окей? И я чувствую, что мы не лицом друг к другу стоим, а спиной. То есть он слышит себя, меня не слышит. А я слышу то, что я услышала от него, я не хочу услышать, поэтому я тоже теперь слышу только себя. И мы начинаем спорить. Какие энергии летают в воздухе? Две мужские энергии. Что происходит, когда две мужские энергии соединяются? Не дай бог никому. Что происходит? Взрыв. Взрыв. Происходит война, происходит конфликт. Потому что если что-то выходит наружу, по факту оно должно куда-то войти. По любому факту. И интимному, и по простому. И если оно никуда не входит, оно остается наружу, оно взрывается, оно испаряется, оно должно уйти куда-то. И если есть же мужская энергия, которая плещет наружу, даже еще хорошими словами, и напротив стоит еще одна мужская энергия, которая плещет наружу еще хорошими словами, получается взрыв. После этого получается уже вряд ли хорошие слова. Окей? Давайте перейдем к другой пример. Я жена, хочу играть роль женской энергии, поэтому я слушаю. Мой муж стоит напротив меня. Он тоже хочет быть очень хорошим. Ему сказали, что нужно смотреть на жену лицом. И слушать ее, и себя ограничивать, давать ей место. И он тоже стоит слушает. Что получается? Какие энергии в комнате летают? Две женские. Что получается? Ничего. Две женщины вместе, ничего не получится. Так какая же игра взаимоотношений? Как мы мир создаем? Мы должны постоянно проверять, что если мой муж находится сейчас в мужской энергии, я ему начну что-нибудь объяснять, сразу пойдут обиды. Потому что нету того рядом и напротив, кто может впитывать то, что я скажу. Поэтому кто-то из нас обязан повернуться лицом и проверить, в какой энергии каждый из нас сейчас находится. После того, как мы проверяем, в какой энергии каждый из нас находится, мы должны правильно проверить, кто из нас в состоянии сейчас перейти в другую энергию. Если муж приходит домой и говорит, здравствуй, как дела? Как у тебя хорошо? Жена ему говорит, я устала, мне был такой тяжелый день. Она начинает начинать говорить, что муж должен понять, что он должен резко перейти в женскую энергию, сесть и слушать. Потому что если он начнет что-то говорить, ничего не получится. И вот если он выслушает, и она вынет свою мужскую энергию, она после этого сможет переменеться и стать женской энергией, и тоже сесть и слушать. И тогда он сможет говорить. Или наоборот. Понятно? Слышно? Понятно? То же самое и с детьми. Если ребенок плачет, орет, хочет чего-то, а я начинаю его учить, что происходит? Какие энергии в комнате витают? Две мужские, и он играет роль мужской энергии, а я пытаюсь ему доказать, что он делает неправильно. И он должен перейти в женскую энергию. В зависимости от ситуации. Причем можно обнять. Женская энергия, она впитывает и переваривает. Но говорить невозможно. Потому что если я хочу, чтобы мужская энергия, которая сейчас выходит из кого-то, как можно быстрее успокоилась по часам, я должна резко найти женскую энергию, в которую эта мужская энергия выплеснется, войдет и успокоится. Я пробовала и так, и так. И когда я говорю, например, Рэга, да я объясню. Ну, повышаю голос. То есть, как бы и после обед успокаивался, и после этого он тоже успокаивался. Нет проблем. Значит, твой ребенок достаточно умный для того, чтобы когда ты повысила голос выше его, чтобы он перешел в женскую энергию. Либо он напугался, либо он уже достаточно времени со своей мамой общается и понял, что раз она так повысила голос, значит, следующий шаг будет какой-нибудь, который ничего недавно не добьешься, и поэтому лучше. Окей, это то же самое и с мужем. Окей, очень важно, чтобы муж с женой выучили кодовые понятия друг друга. Да, вот если мы обижаемся, как мы знаем, что нас простили или мы простили? Это же видно. Каким образом это видно? По виду, по виду. Мы улыбаемся, мы брови вниз, вверх. Люди мимикой своей показывают. И есть кодовые вещи, которые можно увидеть. Сказала вот так вот, сразу мимика такая. Сказал то-то, мимика такая. Это вещи, которые нужно прочувствовать и выучивать. И тогда мы сразу знаем, что я сейчас войду домой и скажу вот то-то, то-то и то-то, и я заранее знаю, какая будет реакция. И этим самым я знаю, что я хочу сейчас создать, какой мир я хочу создать, что я хочу, чтобы вокруг меня было, да? Закрываем эту тему. Если напротив, не один человек. Ну, например, если это класс детей. Сегодня у нас... Они все выговорятся. Правильно. Правильно. Это совсем другая тема. Мы сегодня на теме я, ты и я. Напротив одного человека. Если у нас по изратошем будет следующий урок через две недели, то там тема будет мы, наши дети, наша семья и весь класс. Как у нас происходит интеракция с большим количеством детей. А сегодня у нас ты и я, и в принципе, на этом мы учимся. Если мы понимаем и учимся на одном человеке, то, так сказать, дальше уже возможно. Это то же самое, как если мы затрагиваем тему обид, да, то почему мы обижаемся? Каким образом происходит возможность обидеться? Что за... А? Эго. Окей. Поясни это. Ну, если человек любит себя, он обижается. А если он обидит, то он понимает, что человек с лишним... О, ты сказала очень важное слово. Для того, чтобы не обижаться, что надо? Нет, другое слово. С лишним... Понимать. Что надо? Понимать. Понимать. Человек обижается, когда он не понимает. Согласны, не согласны? Если человек попадает в ситуацию, которая происходит не по его желанию, не по его хотению, он в этой ситуации не начальник, у него начинается стрессовое состояние. Он перестает понимать, что происходит. Да? Я думала, что надо так, а мне сделали по-другому. Да? Я считала, что нужно выключать свет, а свет не выключают. Я обиделась. Мой муж мне сказал то-то и то-то. Но он мне это сказал, а я это считаю по-другому. И поэтому я обиделась. То есть обида вообще как таковая. Она происходит со мной, если я не понимаю, что происходит. Это происходит не потому, что я знаю, думаю, хочу. Это заходит в мой свет. Если начальник наорался, я знаю почему, потому что он в тот момент был в охоте отзвонить, и я под руку повернулась. Но мне все равно обидно. Не, не обидно. Тебе обидно за кого? За то, что ты подвернулась под руку или потому, что он наорал? то он в этот момент повысил голос. Но если ты знаешь, что он это сделал не на тебя, а если бы подвернулся еще кто-то, он бы то же самое сделал, правильно? но если я знаю, что это не из-за меня, что я тут ни при чем. Почему? я не понимаю, почему я тут оказалась, да? Ты сказал, ну вот почему это мне? Я когда вопрос задаю, почему? Когда мне непонятно, правильно? Если мне все понятно, я не задаю вопрос, почему? Нет? Неправильно? Если я задала вопрос, почему? О чем ты говоришь? А? понимаешь, почему? Это не становится легче. Ну, не знаю, если я в автобусе нажала кнопку, водитель проехал мою остановку, я понимаю, что я у него там, не знаю, миллионная за день кто нажал кнопку, что это возможно, что он устал. Я понимаю, но мне все равно обидно, почему он это сделал именно сейчас. Не надо было тебе видеть на остановке. Не надо было тебе видеть не просто для общей картины пазла мира. Ты же не спросил водителя просто. Да, спросите. Это не становится не там араб сложил. Может там араб сложил. Теперь легче. Давайте нахон. Мы завтра у нас есть еще время? Да, я пришла с вопросом. Да. Вопросы зала. Если есть такие вещи, которые нужно сказать мужу, но сто процентов знаю, что он будет злиться, как это нужно правильно сделать? А вопрос открытый, потому что если мы находимся на стадии, что мы стоим спиной к спине, то не важно, что я скажу, он все равно будет злиться. Поэтому если мы находимся на стадии, что я стою к нему лицом, а он стоит ко мне спиной, я ему должна что-то сказать, я заранее знаю, что он будет злиться, я должна объяснить себе, как это пережить спокойно и не отвечать на это, потому что я стою уже лицом, правильно? Я понимаю, что то, что он злится, я в этом не виновата. Для того, чтобы он не злился, нам надо стоять друг другу лицом, правильно? Нам надо стоять друг другу лицом. Первая возможность то, что я делаю на консультациях, это чтобы люди говорили не друг другу, а чтобы люди, но сейчас нет посредника, они не на консультации у меня, да, чтобы они встали рядом друг с другом, поставили перед собой весы, якобы, и один ставит свои вещи на весы, другой ставит свои вещи на весы, и они обсуждают эти вещи извне, вот это мои желания, вот это мои желания, злиться не нужно, потому что мы смотрим извне, мы не говорим я сказала тебе, потому что если я сказала, то что произошло? я свечу, правильно? Заполняю место, и тогда уже тот, кто стоит напротив меня, он уже находится в состоянии, у меня нет воздуха, она заполнила все пространство, а если мы оба стоим сбоку, и каждый светит свое спокойно, не переживая, что кто-то его затмит, и начинаем рассказывать вот сюда, наружу, и проверять, тогда есть возможность не злиться, то есть можно сказать, мне тяжело конкретный случай объяснять, потому что опять же, если мы стоим спиной друг другу, это непросто, но очень вообще в наше время смс, ватсапа и так далее, и то подобное, это нам намного легче делать, человек пишет, и тогда мне не важно, злится он или нет, я этого не вижу, но написать, но сказать можно, я сейчас хочу с тобой что-то обсудить, или что-то тебе сказать, я заранее знаю, что ты будешь злиться, а почему я это знаю, потому что у меня в моей голове есть концепция такая, я уже выучила, это поведение, а я хочу попробовать, чтобы было другое поведение, как я должна сказать тебе, ты еще не знаешь, что я тебе буду говорить, как я могу тебе это сказать, чтобы ты изначально не злился, давай сядем рядом, и подумаем, как мы можем друг с другом говорить, для того, чтобы мы поняли, что мы ставим извне себя что-то на определенные весы, и проверяем это, что перевешивает, и соответственно, какой процент мужчин на это ответит, я бы хотела, чтобы ты мне сказала так-то и так-то, и тогда я, наверное, не буду злиться, но тот процент, но мы же сейчас, так сказать, в общем говорим, да, я тебе могу сказать, какой процент, есть такое слово хахам, да, умный, на иврите хахам, по-русски умный, я очень люблю игру просто, слово в буквах, что такое хахам, если мы это поставим как аббревиатуру слов, это тот, кто видит хэци кос мэлеа, да, хахам, хэци кос мэлеа, тот, кто видит половину наполненного стакана, умный тот, кто видит половину наполненного стакана, значит, вот такой человек сможет, а тот, кто изначально видит половину пустого стакана, ему будет это сделать очень тяжело. И для этого это огромная работа. Смотри, мы сейчас в один урок пытаемся вставить курс на 12 уроков. Поэтому мы, так сказать, пробуем по чуть-чуть. Я вам скажу ещё такую вещь, да, по поводу обид. Есть такая народная притча. Как влияют на человека обиды? Мы это сопоставляем с тремя продуктами. Морковка, яйцо и кофе. Если мы сунем морковку, яйцо и кофе в воду и сварим, да, сделаем такую горячую атмосферу, то что произойдёт с морковкой? А? Она что? Она станет мягкая, да? Что с яйцом произойдёт? Оно станет твёрдое. А что с кофе произойдёт? Оно станет ароматным на всю комнату. Запах пойдёт вовсю. то же самое происходит с человеком. У человека есть три варианта. Обиды, переживания, критики, да? Он либо станет мягким и всё. И надо будет кого-то, кто его будет собирать потом по кусочкам после того, как он обиделся. Либо он станет очень твёрдым и размягчить его будет очень тяжело. Либо он поймёт, что это ему дано для того, чтобы он что-то сделал, чтобы он дал ещё лучше, ароматнее, приятнее. И он начнёт над этим работать. Он начнёт над этим работать только в том случае, если он будет готов в любой ситуации сначала проверить, что он создаёт мир. Какой мир он хочет создать вокруг себя? То, что мы светим, да? Реварье. Если мы светим, если мы идём по системе люби ближнего как самого себя, вам знакомо это? Да? То происходит очень интересная вещь. Мы видим только что. Если мы хотим создать мир и мы убираем наш свет, чтобы сделать ещё место, то что будет видно? Только то, на что светим. Правильно? Больше ничего не будет видно. Можно нам включить обратный свет? просто. То есть человек создаёт мир с помощью того, на что он светит, на что он концентрирует своё внимание. А всё остальное остаётся в темноте, и этого не видно вообще. Это то, что значит, когда я стою лицом к кому-то. Я высвечиваю в нём только то, что я хочу, чтобы было создано. А то, что я не хочу, чтобы было создано, я это стараюсь на это не обращать внимания. И постепенно, постепенно это само уходит. Понимаете? Есть какие-то типы по фразам, как говорите, что мне было обидно то-то, то-то, или мне бы хотелось наоборот, чтобы делать то-то, то-то. Есть какие-то такие... Да, во-первых, очень важно знать. Затемняют себя и... Да, во-первых, очень важно знать. Мир есть такое предложение. Олам хеседибане. Да? Мир создан с помощью какого качества? Доброта. Да? Не с помощью правды. если бы мир был создан с помощью правды, то ничего бы тут не существовало. Потому что в мире есть яцарара и яцартов. Есть дурное начало и хорошее начало. Во всем есть две стороны. Поэтому правды уже нет. Единственная правда в мире это Всевышний. Поэтому в семейной жизни очень важно знать, что никто не ждет и не хочет правды. а все хотят что? Добра. Обе стороны всегда хотят добра. Поэтому первое, что нужно в себе проверять, что я не за правду борюсь, а за добро. И с этого мы начинаем. Мы отходим в сторону немножко, даем пространство, проверяем наши желания. Я что хочу? Правду? Я хочу доказать, что я вышла и выключила Света, кто-то его включил. Или я хочу доброты. И поэтому я буду искать возможности повышать наши хорошие стороны друг с другом. А то, что нехорошее, ну ничего страшного, проедем. Переживем, переделаем. Если я исхожу из этого, то я могу сказать, что знаешь, я хочу тебе сейчас что-то сказать, что вчера мы с тобой сидели разговаривали и у меня было такое чувство, что ты меня совершенно не слушал. Я не дай бог не имею ничего плохого про тебя сказать. Я понимаю, что то, что я сейчас тебе скажу, ты сможешь это исправить и обратить внимание, потому что я тебя люблю, потому что я знаю, что ты молодец, что у тебя все получается, поэтому у меня есть сила тебе сказать это. Я на тебя не обижаюсь. Я уверена, что было сто причин на это. Но я знаю, что ты меня любишь, и поэтому у меня есть сила тебе это сказать. Обрати, пожалуйста, на это внимание. Я понимаю, кто-то, кто-то. Но в следующий раз. Понимаете? То есть, в каком случае нельзя говорить, что я обиделась в чем-то? Смотря что я хочу услышать взамен. А, ты вчера обиделась, а я позавчера обиделся и позавчера обиделся. А, да, а я в воскресенье обиделась. А, знаете, в компьютере есть такая возможность включить историю. Так вот, у женщин в голове история намного лучше работает, чем в компьютере. Поэтому, если ты мне будешь говорить, сколько раз ты обиделся, я тебе вспомню, сколько раз я обижался. И каким образом мы стоим друг к другу спиной? А если мы стоим друг к другу спиной, это нормально, естественно обижаться. Потому что мы видим только себя. Поэтому, если я хочу повернуться лицом, то я должна понять, что я ищу неправду о доброту. И из доброты выйдет правда. не дай бог никому нас Всевышний ставит очень часто в такие ситуации, когда мы готовы кричать, я не обижаюсь, только верните мне то, что у меня было. Поэтому лучше не обижаться сначала. А работать тяжело, вместе, переживая, ну не обижайся. Ты и я. не обижайся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!